Всем привет, с вами снова голос Паши Лобанова и по общей спуле договоренности мы сегодня читаем статью от прекрасного человека Wake Up Human. Индустриально развитая цивилизация существует на земле десятки тысяч лет. Знание умножает скорбь, экклесиаст. Дорогие читатели, после прочтения этой статьи вам, скорее всего, придется провести полную ревизию своих знаний, полученных в школе и в высших учебных заведениях, как минимум по таким дисциплинам, как история, география, геология. Итак, поехали. Показываю вам логическую цепочку моих рассуждений и умозаключений. Мы имеем на сегодняшний день огромное количество артефактов, которые невозможно повторить сегодня ввиду отсутствия технологий, оборудования и специалистов, и которые свидетельствуют, что две сотни лет назад и ранее существовала на земле глобальная цивилизация, по сравнению с которой мы ищем дети в песочнице. Несколько примеров. Баболовская ванна. Гранит. Вес 48 тонн. Вот что пишет побывавший около нее токарь. Нам, извините за выражение, впендюливают, что ее якобы сделал данный мастер, Суханов Самсон. Делал аж семь лет, стругал, как папа Карло, полировал и так далее. Чушь полнейшая. Со всей ответственностью, как токарь-универсал пятого разряда, я заявляю, это машинная обработка. Вогнутые, выпуклые поверхности сей ванны, наиточнейшая окружность по всему диаметру, точнейшая сферическая поверхность нижней части ванны, внутри ванны, понизу, как же наитончайшая вогнутость по всему диаметру. Такое изделие невозможно сделать вручную, а уж тем более отполировать. Такое впечатление складывается, что только вчера она вышла из-под станка. Полировка, как у колонн Исакия класса 4-5. Этого невозможно достичь без высокоскоростных полировально-шлифовальных инструментов. Александрийская колонна весом 600 тонн, 27-метровой высоты, гранит. Форма не конус, а энтазис. Без вращения в токарном станке изготовить такое изделие невозможно. Попробуйте заказать уменьшенную копию такого изделия с идеальным радиусом у любого токаря из твердого пенопласта или дерева высотой хотя бы 2 метра и диаметром 30 сантиметров, но требуя применять только ручной инструмент, рубанки, стамески, наждачки, то он откажется. Перу. Альянтай Тамбо. Полигональная стыковка блоков весом 40-120 тонн. Уровень подгонки, сами видите. Блоки совмещены в трех плоскостях. Капелла Сан Северро Иль де Сиганно выполнена из одного куска мрамора. Без продвинутого станка ЧПУ изготовить подобное невозможно. За последние 50 лет ничего хоть отдаленного похожего по сложности исполнения не было сделано ни одним скульптором, даже при наличии ЧПУ станков. Мраморное надгробие на монументальном кладбище музея Сталиену в Генуэ. Каменный мост в Севастополе. Каждый полигональный камень моста по сути является отдельной скульптурой, примерно современной работы с камнем за мостом слева. Стеночка из дикого камня по нынешним меркам считается вполне приемлема. Далее все города на планете были построены из камня в античном стиле и заранее разработанными планировками улиц, проспектов, набережных и так далее. Все города имели каменную бастионную стену, строительный объем, который зачастую равен строительному объему самого города. В районе 1780-1815 годов произошла термоядерная война. Скорее всего, не в первый раз на планете, результатом которой стала ядерная зима 1816 года, год без лета. Англосаксы называют его Если захотите, узнайте об этом поподробнее. Также приведу несколько скриншотов с Google Earth фотоядерных воронок на территории, например, Белоруссии. Таких воронок легко найти сотни почти во всех странах. Белые следы вокруг воронок это ломанный известняк, основной строительный материал того времени. В приведенных для примера воронках Белоруссии стоит вода, так как уровень грунтовых вод, видимо, высокий. Но очень много на поверхности планеты воронок без воды, например, на Украине. В результате ядерной зимы вымерзли почти все растения и образовались полярные шапки. Это подтверждает почти полное отсутствие в северном полушарии деревьев старше 200 лет. Часть их выгорела в войне, часть вымерзла, а остальное уничтожили люди. Чтобы визуально оценить это, наберите в гугле «Роджер Фентон Кремея» или «Джеймс Робертсон Кремея» и нажмите «Показать картинки». Вы увидите фотографии этих двух первых военных фотографов, присланных в Крым в 1853 году, уже после ядерной войны, через 40 лет примерно. Фотографировать осаду Севастополя. Сравните растительность тогда и сейчас. Пример одной фото Фентона под Севастополем. Наберите в гугле «Сибирь» фото 19 века. Вы увидите много фотографий уже конца 19 века, на которых деревья только-только начали расти. Например, Свердловский район. После этой войны мы откатились в развитии до уровня феодального общества. Профит поимели англосаксы, так как им меньше всего досталось. Они подмяли остатки мира за 150 лет под себя, заново изобрели паровой двигатель на угле и пошло-поехало. Сейчас аэра нефтегаза, ядерной энергии и наш индустриально-промышленный комплекс используют всю таблицу Менделеева, которую он якобы изобрел во сне. На самом деле ее просто вбросили через него. От себя скажу, от голоса Паша Лобанова. Если мы рассмотрим англосаксов и поглядим на них, мы поймем, что сами они в принципе не могли взять и захватить целый мир за 150 даже лет под себя. Без третьей силы тут не обошлось. Переходим к самому интересному. Я утверждаю, что нынешняя цивилизация лишь тень ушедшей. В принципе, я тоже. Мы дети в сравнению с ними. Через промышленное оборудование прошлой цивилизации это доказать нельзя, так как его просто утилизировали, переплавили. Например, после развала СССР алкаши рыли траншеи и кабеля, и водопроводные трубы из-под земли доставали, чтобы сдать на пункт приема металла. Видите, как красиво от себя, опять же добавлю, они сделали. Просто сделайте возможность. Сделайте нищих и сделайте возможность. Они все за вас сделают сами. Все уничтожат. Главное, от знаний их тоже держите подальше. Понимаете, о чем я? И ничего на сегодняшний день не изменилось. Сегодня все так же находят какие-то отдельные артефакты, но не имеют абсолютно никаких знаний об этом, продают, переплавляют и всячески надругиваются над элементами нашей истории. Итак, как же доказать? А легко. Если ушедшая цивилизация была гораздо развитей нашей, то для функционирования ее индустриально-промышленного и металлургического комплекса тоже была нужна вся таблица Менделеева и все изотопы элементов. А находятся почти все элементы периодической системы в горной породе и земле. Значит, мне вам нужно показать масштабные следы изъятия породы со склона в гор с поверхности земли и из-под земли. А также следы переработанной пустой породы после ее обогащения на горно-обогатительных комбинатах прошлого. Этим и займемся. Буду использовать метод аналогии, так как он очень нагляден. До 18 века жилые дома строили почти исключительно из известняка. Для распила использовали передовые станки, на которых изготовляли идеальные параллелепипеды. В шов-кладки из таких известняковых блоков вы не просунете лезвия. Вот фото дома в Крыму, первый этаж которого засыпан глиной на 3-4 метра, как во всех городах на территории бывшего СССР. В Севастополе, в Симферополе, Феодосии, Керчи, все дома, которые утоплены в грунт на 3-4 метра, имеют кладку такого качества. Проходит 200 лет и во времена СССР вот такая кладка из известняка считается очень неплохой. Кладку качеством, как на первом фото, уже не применяют нигде. Это называется регресс. Теперь смотрим, как, в каких объемах и как долго на этой планете добывался известняк. Основной строительный материал на примере Крыма, так как я отсюда, то бишь автор статьи, и местные пейзажи и катакомбы натолкнули меня на правильный путь. Это Эски Кермен. Вам безграмотные гиды скажут, что это один из пещерных городов Крыма, где жили люди. На мой вопрос об этой колее мне сказали, что эта колея сделана колесами телег местной знати. Вот еще один пещерный город Крыма, Чуфут-Кале. А вот это современный крымский карьер по добыче известняка с выпиленным помещением карьерщика. Видимо, там удобно хранить инструмент. Мысленно отправьте этот карьер в будущее на 10-20 тысяч лет, примените к нему эффект ветровой водной эрозии, и что вы получите на выходе. Правильно, еще один пещерный город Крыма. Колея на верхнем фото, как вы поняли, оставлена вагонеткой, на которой вывозили пеленый камень. Хотя в постъядерную эру карьер неплохое место для выживальщиков. Видимо, он использовался как защищенный городок. Идем дальше. В Крыму тысячи километров катакомбы, в которых пилился известняк. Объемы просто запредельные. Причем официально заявляется, что камень добывался со времен древних греков, до нашей эры еще. Пилился ручными пилами и добывался зубилами с заступами. Я сходил на экскурсию в Аджимушкайские каменоломни. К сожалению, не сделал фото. На потолке четко видны следы дисковых пил, причем толщина диска 4 миллиметра. Диаметр диска примерно 2 метра. Это хорошо видно на стенах. Когда после пропила блок отламывали, то в месте, в котором диск остановился, четко видно диаметр. Будете в катакомбах, обратите внимание. На этом фото, сделанном до революции 1917 года, вы видите, что из известнякового склона аккуратно выпилен сегмент, на дне которого проходит железная дорога и построены дома. Теперь очень важный снимок инкерманского карьера, сделанного в 1890 году. На нем видим пропиленный проход сквозь холм шириной метров 100 и высотой метров 80. В стенах пропила огромные ниши, в них стоят одноэтажные дома. Под вертикальной стеной видим наваленные в виде склона мелкие некондиционные куски известняка и известняковую крошку, которая сыпалась из-под пил. Некоторые из этих ниш являются началом катакомбы, которые простираются на сотни километров вглубь. Ввелась масштабная подземная добыча известняка. Во времена Великой Отечественной войны в этих катакомбах располагался штаб, госпиталь, цех по пошиву одежды, склады. Внутрь свободно заезжали грузовики. При отступлении входы взорвали. Кстати, древние катакомбы есть под любым городом планеты. Погуглите. Под Одессой протяженность катакомб 2500 километров. А теперь вскрываем манипуляцию. То, что вам подают под видом скал, каньонов и ущелья, есть не что иное, как карьеры. Как очень древние карьеры, так и относительно свежие. Итак, Крым, Белогорск, Белая скала – это известняковый карьер. Стена образовалась в результате среза склона холма. У подножия стены характерная насыпь из известняковой крошки и некондиции. Дальше больше. Видите этот проход, из которого изъяли массу известняка в Бахачисарайском районе? Его выдают за долину. Склоны известняковой крошки под стенами уже покрыты дубовыми лесами. Сравните верхнее фото ущелье с фото Инкермана 19 века. Насыпи у вертикальных стен из известняковой крошки еще не заросли лесом. И картину от 1855 года этого места с акведуком с другой стороны. На заднем плане тоже видно гигантские древние карьерные разработки известняка. То же самое. Бахачисарайский район. На этом снимке населенный пункт. Он находится на дне древнего карьера. Но его называют долина, которую промыла река. Это бред. Наоборот, после этой горной проходки по дну карьера потекла вода из перебитого водоносного слоя или сюда завернул ручей, который раньше тек по другому маршруту. Это норма для любого карьера. Река не может промыть стоящий на ее пути горный хребет. Он будет дамбой на ее пути. Многие из вас, кто в возрасте, видели в детстве ручьи, которые текут из вертикальной стеночки из известняка. Вот за 30-40 лет этот ручей увеличил диаметр отверстия, из которого он вытекает. То-то и оно. Ну что, масштабы камня добычи в маленьком Крыму вас впечатляют? Забегая вперед, скажу, что это пока мелочи. На этой планете нет ни одного куба породы, наверное, на 100 метров вглубь по всей площади, который бы не был в свое время добыт, перемолот, пережеван и выброшен. Это не планета, это какой-то гигантский карьер, на котором самым варварским способом добывают всю таблицу Менделеева. А сейчас смотрите на фото и обращайте внимание на ярусное строение карьеров и рудников. Добыча железной руды на Лебединском месторождении открытым взрывным способом. Магнитная гора, Урал. Черемшанские никелевые рудники. Медные рудники. Коннектикут, Юта, США. Карьер Восток, Руда. Медный карьер, Бингем Каньон, Вьюти, США. А это роторный экскаватор. Потребляемая мощность в районе 4-5 мегаватт. Но по ним будет подробнее дальше. Просто запомните, как он выбирает породу. Формирует фактически каньон с крупными ярусами. Роторный экскаватор. Ярусами срезает горный массив. Сформировал структуру с прямыми углами, если смотреть сверху. И еще один экскаватор выбрал породу полукругом перед собой. А теперь я вам покажу горы, горные хребты, ущелья, каньоны в практически ненаселенных ныне местах с разными романтическими названиями. Часто они имеют названия по имени некоего первооткрывателя. Неужели академики и профессора от геологии и географии не видят этого? Гора на Кольском полуострове. Название неизвестно. Горы Антарктида. Выбранная полукругом порода роторным экскаватором в Антарктиде, которая только открыта была в 1820 году. Антарктида. Тут даже следы от гусениц тяжелой техники сохранились. Гренландия. Горы Водкинса. Как вам масштабы добычи? Гренландия. Рейс. Франкфурт. Лос-Анджелес. Гундбджорн. Высочайшая гора Гренландии. 3700 метров. Не проблема. Вы потрошили почти полностью. Свалбард. Норвегия. Аурора Бореалис на фоне карьера. Антарктида. Трансантарктик Моунтейнс. У подножия еще видны следы техники. Антарктида. Те же Трансантарктик Моунтейнс. Система карьеров. Обращайте внимание на задний план. Гора Кайлас. Тибет. Высота 6638 метров. Вы видели, чтобы в наше время на такую высоту поднимали тяжелую горнодобывающую технику. Гора Кайлас. Тибет. Долина Гоблина. Стейт-парк Юта. USA. США. Глосс Моунтейнс. Стейт-парк Оклахома. США. Верх цинизма. Отработанные карьеры называть национальными парками. Сейчас вдохните глубже и смотрите широко раскрытыми глазами. Гранд Каньон. Аризона. США. Это просто гигантский карьер. Выпотрошенная территория. Миллионы туристов думают, что это чуть ли не чудо света, потому что им так сказали. Карьер. Гранд Каньон. Аризона. США. Нигде нет следов водной эрозии, только ударно-взрывное воздействие на породу. Карьер. Скалы архипелага Шпицберген. Карьер. Гранд Каньон. Срез камня дисковой пилой. Карьер. В Австралии. Блю Маунтайнс. Блю Маунтайнс. Те же Блю Маунтайнс с другого ракурса. Еще они. Вертикальная стенка. Сравните ее со стенкой мраморного карьера в Альпах, еще не подвергшейся водной и воздушной эрозии. Добыча мрамора в Альпах. Гигантский карьер. Не знаю где. Фотку предлагают в качестве обоев на рабочий стол по всему интернету. Капрок Каньон Стейт Парк Техас. Снова национальный парк, созданный из отработанного карьера в США. В отработанных карьерах, где влаги много, народ фермерством занимается. Рисовые террасы, банауэ. А вот каньон Дечелли Найшенал Монюмент США. Национальный монумент. Здесь пилами, по всей видимости, горную проходку делали. Пэйнтед Хиллс. Раскрашенные холмы в Орегоне. Официально это место привлекает ежегодно тысячи туристов, особенно интересующихся геологией и палеонтологией. Безусловно, сюда также приезжает немалое количество фотографов в поиске волшебных пейзажей съемок. Пэйнтед Хиллс, область, охраняемая правительством США и все 1267 гектаров земли представляет собой историческое наследие современных американцев. Моунтэйнс Равин. Впечатляющие объемы. Южная Африка. Оранж Ривер и Моунтэйнс. Тимна Нейшенал Парк в Израиле. Карьер «Зеленый каньон» в Китае. Затопленный карьер водохранилища «Червак» в Узбекистане. Я вам больше скажу. Похоже, на этой планете нет естественных гор и ущелий. Видите фото? Это гигантский карьер. Хоть явных ярусов и нет, но видно, что это карьер. Доверяю своей интуиции. Теперь проходим к самой страшной части. Сейчас я вам покажу, как создаются пустыни на земле. Обратите внимание, как роторный экскаватор снимает слой за слоем породу с больших площадей. И еще одно фото. Здесь их два. Они сразу два пласта снимают с одной площади. В левом нижнем углу большой бульдозер едет. Оцените масштабы. Тут экскаватор снимает пласт высотой метров 30-40. Дно карьера огромной площади и оно абсолютно ровное, как стол. Удобное для перемещения экскаватора. Оказывается, на нашей планете есть карьеры размеров с несколько стран или размером с целую пустыню. Например, на территории Узбекистана, Туркменистана, Таджикистана, Афганистана, Казахстана и Ирана нет плодородных почв для большей части, потому что с этих всех площадей, всех стран сняли слой породы толщиной метров 100 вместе с почвой и всем живым. В это сложно поверить, но поверить глазам придется. Похоже, что Аральское море и Каспий – это гигантские затопленные карьеры. Да все площади на планете, окрашенные в Google Maps в желтый цвет – это дно карьеров. Урочище Басжира находится в западной части плато Устюрт, Казахстан. Вы видите, что в возвышенности позади Вольцвагена эта стенка, сформированная роторным экскаватором. Плато Устюрт. Посередине снимка стоит группа автомобилей. Насколько хватает глаз, снят верхний слой почвы толщиной метров 100. Если плеснуть сюда воды слоем метров 15, то получится аналог Азовского моря. Азовское море. Затопленный старый карьер. Дно ровное как стол, по которому катались роторные экскаваторы. Максимальная глубина 15 метров. Возможно, добывали торий. Наберите в гугле «Радиоактивные пески Азова». Край пустыни Каракум. Площадь 350 тысяч квадратных километров. Впечатление, что на планете работал какой-то планетарный потрошитель. В реальности карьер для населения каньон Ээнгикала, Туркменистан. В реальности карьер для населения плато Тузбаир, Казахстан. В США, Маньюмент Валли. Раньше площадь этой территории была высотой по макушку огрызка, прямо по курсу. Срыт пласт высотой несколько сотен метров. В США, те же Маньюмент Валли. Здесь то же самое. В США, Намибия, пустыня, дно карьера. Египет срыт верхний слой вместе с почвой. Еще и подожгли ядерными. Большая часть Австралии срыта подчистую. Почвы нет, сплошь красная пустыня. Австралия. Нигерия, пустыня. Вывод по пустыням таков. Они полностью антропогенные. Появились в результате длительной металлургической деятельности. И даже более того, смело можете в своем лексиконе заменять слова каньон, ущелье, скала, овраг, плато, горное озеро, просто озеро на слова карьер, рудник и затопленный карьер, затопленный рудник. На старых заграничных картах 16-18 веков, где территория Украины, России и других бывших республик часто отмечена как Тартария, реки текут более-менее прямо, плавно поворачивая. Современные реки на этой территории сильно петляют, иной раз поворачивая на 180 градусов. Вот, например, скриншот реки Табоу в Сибири. Один берег у таких рек часто выше другого, и это объясняют силой Кориолиза. Предлагаю не трогать Кориолиза и взглянуть на следующее коротенькое видео работы роторного экскаватора ER-ШРД-5000 на второй фотографии реки в России. Сори за мат-видео, но оно очень наглядное. А теперь фото реки в Воронежской области. Место называется Кривоборье. Река по этой петле раньше не текла. Она потекла сюда, когда изменилась высота ландшафта после изъятия грунта роторным экскаватором. Кривоборье с другого ракурса. На островке посередине, проросшем кустами, стоял роторный экскаватор. А что нам официальная наука говорит об этом карьере? Цитирую. Обрыв Кривоборье – это огромный овраг, геологический разрез, который является ценным для изучения геологического прошлого Воронежской области. По особенностям строения почвы и органическим останкам геологи восстанавливают природные события, которые произошли здесь несколько тысячелетий назад. Своё наименование Кривоборье получило в честь формы леса, который расположен на одном из его обрывов. Это сосновый бор, в котором обитают многие крупные дикие животные. В настоящее время Кривоборье считается национальным памятником природы. На его территории запрещена любая деятельность, кроме экскурсионной и образовательной. В этом месте часто приезжают студенты геологических и географических факультетов, чтобы заняться исследовательскими разработками. Пока все геологи планеты безуспешно восстанавливают, какие же природные события произошли в Кривоборье несколько тысячелетий назад, я сделаю это за них. Роторный экскаватор 200-300 лет назад. Судя по неосыпавшемуся склону. И такая ситуация характерна для всей планеты. Часто в разговоре можно услышать обвинения в конспирологии. Дескать, от общества и их глаз невозможно ничего спрятать. Ну, в этом есть доля истины. Зачем прятать, если все на виду и никто не видит? Или вот еще хупца. Очевидно, что работал по известняку роторный экскаватор в Швейцарии. Но люди преподносят. Крю-диван. Гигантская скалистая впадина в форме подковы шириной 1400 метров в высоту около 200 метров. Природный амфитеатр, образовавшийся в результате эрозии скальных пород на территории горного массива Юка в кантоне Невшватель. Сибирь. Аннабарское плато. Река Джок-Джо. Идем дальше. Ставим себя на место того, кто потрошит планету и переходим к следующему металлургическому этапу. Породу с определенным содержанием нужного элемента добыли. А что с ней делать дальше? Прежде чем ее отправить на переплавку или извлечение нужного элемента каким-либо другим способом, руду нужно обогатить, чтобы повысить процент содержания. Для этого ее отправляют на ГОКИ, горно-обогатительные комбинаты. Там отделяют концентрат, а пустую отработанную породу вывозят в отвал или на террикон. Вы логично спросите меня, а где же залежи пустой породы при таких гигантских объемах добычи руды? И я обязан вам показать. Замените в своем лексиконе слова холма, курган, вулкан, сопка на слово отвал или террикон, и все станет на свои места в вашей голове. Но лучше один раз увидеть. Это терриконы с отработанной породой Донбасса. Их высота иногда достигает 300 метров. Внутри них идут химические реакции. Они горят и иногда взрываются, когда внутри накапливается избыточное давление. А это просто террикон в Везувии в Италии высотой 1281 метр. Но его назвали вулканом, так как он горит и один раз взорвался. Да еще его так назвали, чтобы вы не догадались. Заглянем ему в кальдеру. Если это вулкан, то стены кальдеры должны быть оплавлены жидкой лавой. А если террикон, то стены будут слоистыми и будут состоять из рассыпчатой породы, которую можно копать лопатой. Смотрим внимательно. И что мы видим? Террикон. А это террикон сопка Ключевского. Горит 4850 метров. Террикон Таранаки в Новой Зеландии. Ну где застывшие кристаллизованные потоки лавы? Склоны полностью состоят из сыпучей породы. А это террикон Санта-Анна в Сальвадоре. Взорванная вершина террикона Попокатепельн в Мексике. Высота 5426 метров. Террикон Малый Семячик. Камчатский край. Выдержка из Википедии. Представляет собой короткий хребет, длиной поверху около 3 километров, состоящий из трех слившихся конусов северного древнего, являющегося наиболее высоким 1560 метров. Толбачек из Википедии. Вулканический массив на Камчатке в юго-западной части Ключевской группы вулканов. Высота 3682 метра. В состав входит острый толбачек 3682 метра и слившийся с ним плоский толбачек, действующий. Высота 3140 метров. На склонах плоского толбачека и в примыкающем к нему толбаченскому доулу расположено более 120 шлаковых конусов. Шлаковых, Карл? Вы еще не отложили 4 зарплаты, чтобы посетить склоны терриконов Удзияма в Японии? Поторопитесь, оно того стоит. С терриконами разобрались. Теперь переходим к отвалам, которые не имеют ярко выраженную конусную форму. Тут правило такое. Если рыхлый, слоистый и можно копать лопатой, то, скорее всего, отвал пустой породы, которую навалили наши предки, торопясь жить. Вот, например, шикарный геологический парк в Китае. Цангве Даксиа. Цветные горы – красота. Под охраной государства, естественно. Туристов водят исключительно по проложенным тропинкам, чтобы, не дай бог, туристы не провалились в эту токсичную, отработанную хню. Отвал – гора Шмиттихан-Норильск. Или, например, идете вы по долине реки Сугран на Памире. Вокруг навалено какой-то земли, кучами не растет ничего. А это отвалы. Горы Пятигорска очень похожи на терриконы. Филиппины. Одно из самых желаемых мест для посещения на планете. И если вы мало что знаете о Филиппинах, то вам непременно стоит послушать о знаменитом на весь мир острове Бахоль. Знаменитым он стал благодаря шоколадным холмам, которые растянулись на территории около 50 квадратных километров в количестве 1268 возвышенностей и правильной конусной формы высотой до 100 метров. В общем, принцип вы поняли. Увидели холм около дома? Присмотритесь, задумайтесь. Скорее всего, он будет рукотворным. А еще на земле нет естественных пещер. Пересмотрел кучу роликов. Все пещеры этой разной степени древности горные подземные проходки, часто многоярусные. Да, многие обвалились, стали выглядеть хаотично, но от этого они не перестали быть искусственными. И важное дополнение про отходы добычи от блогера Мыльников ДМ. Кстати, один из читателей у меня в блоге дал интересную наводку. Многие спрашивают о том, где находятся отвалы от обогатительного производства, которые должны быть соизмеримы с показанными масштабами добычи. В то же время мы имеем огромное количество песка в пустынях, происхождение которого никто пока толком объяснить так и не смог, особенно когда пустыни находятся внутри континентов. Вполне вероятно, что песок — это и есть отходы обогатительного процесса. Если мы производим обогащение химическим способом, то для лучшего контакта химиката с породой ее необходимо измельчить, чтобы увеличить площадь поверхности. То есть песок для этих целей подходит лучше всего. При этом после обогащения остается только пустая порода, то бишь кремний или кварц, а все остальное, включая металлы и их соединение, переходит в раствор. Пустую породу потом выбрасываем. В пользу этой версии говорит и тот факт, что песчаных россыпей полно на всех континентах, даже в центре Сибири. При этом многие из них расположены относительно недалеко от мест добычи, как тот же Великий каньон и пустыня Невада в США. В Средней Азии, на Ближнем Востоке и в Египте пустыни также соседствуют с горами, у которых имеются следы разработок. Много песка и по долинам рек, что тоже укладывается в эту версию. Песок сыпали в реку, а поток разносил его вдоль русла. Еще один аргумент в пользу данной версии состоит в том, что в большинстве случаев речной песок состоит именно из пустой породы, то бишь кремния или кварца, а не из тех минералов, которые встречаются вдоль русла рек. Выводы этой истории можно сделать такие. Первое. Объемы добычи запредельные. Очевидно, что на земле потребляется, хорошо если 5% от добытого. Земля похожа на чей-то гигантский карьер. Возможно, человечество этот карьер просто обслуживает. Второе. Люди приходят и уходят. Государства появляются и разрушаются. Нации формируются, сталкиваются лбами и исчезают. Одно не меняется. Стихотворение, взятое по ссылке. Мельница Бога очень хороша. Мельница Бога мелет не спеша. Медленно, но верно ходит колесо. Будет перемелено абсолютно все. Конечный пункт нашего маршрута видимо такой, как на картинке ниже. Но даже в этом случае божьи жернова скорее всего не остановятся, так как мы люди любезно разработаем и построим самореплицирующихся роботов к тому времени, которые займут наше место. Они не будут зависеть от состава атмосферы, а мы уйдем в историю. Кстати, теперь вы знаете, что из себя представляют вулканы на Марсе. Но логика процесса подсказывает, что того, кто имеет профит с этого, наш уход со сцены не сильно расстроит. Видимо, он не здесь, ему здесь не жить. Хотелось бы, конечно, узнать, кто этот человек или не человек вовсе, как мы знаем между Господом, хозяином, имя которого называть нельзя и писать нужно через черточку, как БГ. И нам есть посредники, богоизбранные. У них бы спросить. Простые евреи вряд ли знали даже то, что я в этом посте показал, но высокопоставленные точно знают. Начинайте спрашивать. Нужен диалог по этому поводу. Вообще иудаизм и производная от него религии в свете выявленных факторов представляются системы управления планетой карьером за процент. Периодически, когда работники врубаются в тему и начинают бунтовать, приходится устраивать рестарт системы путем организации войн и разрыва поколений. А раз мы врубились, что к чему, то, возможно, скоро начнется. Но к чему быть, тому не миновать. Сила в правде. А правда в том, что общество, живущее в замкнутой системе, непрерывно размножающееся и настроенное потреблять, завтра больше, чем вчера, обречено, как только достигнет потолка по количеству доступной энергии или территории. Бесконечно развиваться и размножаться можно только в бесконечную вселенную. Если не вырубимся с карьера Земля, мы обречены. Или не исправим ситуацию. Почему автор это не досказал? Ну, с другой стороны, если бы хотели это скрыть, то Сергей Брин никогда бы не сделал общедоступный сервис Google Maps, Google Images, да и просто Google, и никто бы никогда не собрал материал по этой теме в кучу в одном месте. Так что, не все так просто. Ну, пока ищите тех, кто знает ответы на вопросы и не стесняйтесь спрашивать. Например, первый полушутливый вопрос «Сколько ракет летает в год на орбиту и что они возят, кроме спутников?» Например, грамм Родия стоит 230 баксов, грамм Осмия 187 – 200 тысяч, а грамм Калифорния 252 стоит аж 6 миллионов 500 тысяч баксов грамм. При стоимости вывода 1 килограмм на орбиту в 3000 баксов вполне рентабельно тягать туда редкие элементы и изотопы. Грязь остается здесь чистый продукт хозяину. Всем салют, с вами был голос Паши Лобанова и статья от Wake Up Human. Грамм Калифорния «Грамм Калифорния» Редактор субтитров А.Семкин»